здравствуйте друзьям меня зовут михаил наводчик рад вас приветствовать в уроке по фотошопу в этом уроке мы разберем относительно новый полезный инструмент то монтажной области а посмотрите вот здесь на экран здесь у нас видите три документа но они находятся в одном документе то есть вот я отсоединяю это один документ но здесь у нас находится три листа раньше фотошопе такой функции не было это было в программе иллюстратор ранее реализовано теперь и фотошопе можно создавать в одном документе ряд страниц которые можно отдельно выводить на печать отдельно экспортировать либо сохранять все по порядку в одном документе этот урок мы разобьем на две части первой части мы разберемся в принципе как создавать как изменять монтажной области то есть отдельные страницы речь пойдет принципе а вот этом инструменте инструмент называется монтажная область в английской версии у нас называется artboard вы видите на экране как он пишется на английском языке я работаю версии фотошопа давайте покажу какая у меня версия фотошопа а вот у меня такая версия выпуск 19.1 а в этой версии есть этот инструмент более ранних версиях он тоже был но слишком ранних версиях этого инструмента не было то есть ваша версия фотошопа должна соответствовать более-менее последней версии здесь на экране у нас фотошопе открыт дизайном странице веб-магазина которая ранее создавал вот я открыл эта страница реализована в интернете уже в коде созданная изначально она рисовалась фотошопе ссылку вы видите на экране сверху также она будет прикреплена под этим видео работать с этими файлами мы будем во второй части этих уроков под этим видео будет ссылка стоять на два вот этих вот документа нам надо будет их объединить в один документ и также создать еще третий лист в рамках этого документа сохраните себе вот эти вот документы они нам пригодятся во второй части урока я пока закрываю вот этот документ который мы позже создадим и начнем с самого нуля чтобы нам более было понятно как работает наш инструмент я работаю в русской версии три момента я буду показывать как это находится в английской версии заходим в меню файл и давайте создадим новый документ файл создать и здесь у нас в разделе тип документа есть разные варианты какие документы могут создаваться в программе photoshop откройте это окно и здесь давайте выберем поначалу формат бумаги сша либо можно выбрать международный формат бумаги выбираем вот этот вариант и щелкаем ok создается обычный белый лист заданного размера в котором нет монтажной области давайте создадим другой документ заходим также сюда файл создать и здесь уже выберем не вот этот вариант а выберем вариант веб либо можно выбрать например монтажную область также будет создаваться монтажная область давайте сейчас выберем вариант веб здесь я ничего не меняю и жму ok видим что создается другой лист но сверху у нас написано меточка что это у нас монтажная область в первом варианте у нас видите нет монтажной области сверху надписи а здесь она у нас присутствует это немножко два разных типа документа первый тип вот этот не позволяет создавать дополнительные страницы внутри рамках этого документа если только его не преобразовать монтажную область а этот документ позволяет теперь сразу же создавать дополнительные страницы в рамках этой страницы эти документы можно преобразовывать в друг друга то есть монтажную область и наоборот также если открыть окно слои то видим над слоем 1 у нас есть надпись монтажная область вот она ее можно выключить можно включить а в первом случае у нас нет этой надписи сверху то есть у нас стандартный документ как был в начале предыдущих версиях давайте перейдем в этот тип документа и откроем инструмент монтажная область он у нас находится в группе с инструментом перемещения то есть если у вас выбран инструмент перемещения щелкните задержите левой клавишей дольше секунды чтоб открылся список и выбираем инструмент монтажная область если этим инструментом щелкнуть на название сверху то появляются видите по бокам плюсики в кружочке и сейчас мы разберем для чего они нужны а давайте уменьшим наш лист я жму control минус на клавиатуре уменьшите тоже до таких где-то размеров либо используйте лупу который тоже можно уменьшать также откройте окно слои она нам пригодится для контроля монтажных областей саму надпись монтажную область можно переименовать во что вы хотите давайте назовем ее немного по-другому два раза быстро щелкаем на слове монтажную область входим в режим редактирования и давайте напишем например монтажная область 1 плюс либо что-то подобное напишите и жмем enter на клавиатуре видим соответствующие изменения теперь давайте что-нибудь нарисуем на этой странице чтобы видеть что именно эта страница у нас какая-то особенная выберем инструмент а вот здесь вот прямоугольник цвет у меня стоит черный ну давайте здесь изменим на красный также у этого инструмента у меня выбран режим фигура проследите чтобы у вас тоже был выбран этот режим и просто нарисуем где-нибудь вот сбоку прямоугольник создает соответствующий объект у меня еще открывается окно свойств где можно как вы видите изменять ширину высоту этого прямоугольника и отодвину просто это в сторону далее давайте заново активизируем инструмент монтажная область и щелкаем на название документа появляются соответствующие маркеры по бокам и щелкаем на вот этом правом плюсе один раз создается копия этого листа то есть еще дополнительный лист но без нашего угольника соответственно щелкая на другом маркере давайте щелкнем вот здесь снизу создается другой лист другом направлении то бы создать копию монтажной области с красным квадратом они просто белый лист без квадрата нужно проделать следующее давайте щелкнем на название нажмем на клавиатуре клавишу alt и нажав название я тяну в сторону и ставим куда-нибудь вот сюда видим что получается в документ содержимым которое было на странице также можно этим инструментом рисовать произвольный размер монтажный области которой вы захотите и перемещать это в любое место на листе а также изменять размер этого документа если вам это нужно есть четкие параметры этого листа в окне свойства если монтажную область активно можно видеть ширину и высоту этого объекта давайте здесь зададим 500 пикселей на 500 пикселей сделайте что-то подобное давайте также выберем теперь не прямоугольник а например эллипс изменим цвет на зеленый и нарисуем уже эллипс за пределами наших монтажных областей где-нибудь вот здесь видим что у нас появляется объект который находится вне монтажных областей за пределами давайте выберем инструмент перемещение который мы можем перемещать этот объект и видим что в слоях этот объект находится вне монтажных областей вот у нас идут монтажные области они подписаны давайте переместим этот объект монтажную область 2 видим что объект в слоях перемещается в соответствующую монтажную область а теперь для сравнения давайте перейдем предыдущий документ который мы создавали где у нас нет монтажной области то есть обычный файл и здесь попробуем нарисовать зеленый эллипс за пределами нашей страницы видим что он у нас не отображается а если выбрать инструмент перемещения щелкнуть на пустом месте то он вовсе пропадает если выделять вот так вот можно выделить и найти этот объект но это неудобно он находится за пределами и как бы словить его и можно не увидеть и забыть где он находится в этом случае что передвинуть этот объект на лист надо этот объект выделить можно использовать стрелочки на клавиатуре от чашу я жму стрелочку вправо и вытягивать этот объект на страницу но согласитесь это неудобно на монтажных областях он сразу же виден и его можно спокойно ставить в любое положение в рамках нашего документа поэтому если вы создаете какой-то файл по веб-дизайну либо другие документы лучше сразу создавать монтажные области здесь больше возможностей и удобнее гораздо работать давайте рассмотрим другие отличия монтажных областей от обычных документов давайте вот этот объект поставим где-нибудь сбоку и видим что сверху у нас присутствует выравнивание по странице здесь можно выровнять видите по центру по вертикали и по горизонтали поставьте в центр а давайте перейдем в этот документ где у нас не монтажной области видим что эти функции вообще даже не доступны но чтобы выровнять и в этом случае можно здесь и тоже выровнять для этого надо выделять два слоя одновременно то есть указывать программе относительно чего будет происходить выравнивание зажимаем клавишу shift либо control и выделяем нижний слой чтобы у вас была выбрана верхний слой и нижние моем случае два слоя тогда видим эти инструменты у нас становятся доступны по выравниванию и давайте выровняем обратно же по центру этой страницей сделайте что-то подобное давайте заново сместим этот объект выделим только один слой как-нибудь вот так вот в бок и теперь давайте научимся преобразовывать обычный документ в монтажную область это довольно таки просто берем инструмент монтажную область и надо просто обвести этот лист указать где у нас будет монтажную область я обвожу сверху вниз этот лист белый отпускаю и получаю видите из обычного документа файл в котором уже находится монтажную область давайте выберем инструмент заново перемещения щелкнем на нашем эллипсе и уже можно его видите ставить и он уже виден за пределами нашего листа чтобы заново преобразовать монтажную область в обычный лист это также можно сделать для этого можно в палитре слои либо в меню сверху выбрать слои меня это находится снизу за пределами записи записи поэтому я возьму окно слои поставлю вот сюда и нажму вот здесь вот под крестиком и вот здесь три команды объединить группу объединить видимые выполнить сведения они все преобразовывают монтажную область в обычный лист давайте выполним команду например объединить видимые shift control е щелкаем и видим что надпись сверху у нас пропала это у нас уже не монтажную область а создался документ соответствующего вида попробуйте проделать соответствующие действия преобразовать монтажную область в обычный лист и наоборот давайте перейдем в документ где у нас много вот монтажных областей и попробуем сохранить отдельный лист монтажную область как отдельный документ для этого я выделю вот монтажную область 2 зеленым эллипсом и в меню окна слои давайте щелкнем здесь под крестиком и здесь есть две команды которые могут это делать быстрый экспорт в png и экспортировать как давайте выберем команд быстрый экспорт в png жмем открывается окно с предложением указать куда я укажу папочку 1 имя оставлю предыдущие монтажную область 2 и жмем сохранить заходим в эту папку видим что появился соответствующий документ теперь давайте его откроем photoshop и выбираем команду файл открыть и здесь открываем этот файл видим что это отдельный документ попробуйте проделать соответствующие действия в этом уроке мы в целом познакомились что такое монтажную область программе photoshop а в следующем уроке мы уже будем работать с вот этим файлом на примере вот этой странице веб-магазина это у нас будет небольшая практика по монтажным областям если будут вопросы по текущему уроку задавайте спасибо за внимание жду вас в следующем уроке